Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. Да-да, всем огромный привет. И кто-то скажет, Макс, что ты нам сегодня за хорошее новое место покажешь? А я вам скажу. Я покажу вам сегодня, знаете что? Ну-ка, давайте. Раз, два, три. Опаньки! Да-да-да-да, вы не ошиблись, мы попали именно сюда. Давайте попробуем с вами прогуляться, посмотрим, что же здесь такого интересного есть. Потому что я сегодня ездил, я снимал землю, хотелось снять один домик, но, в общем, мы разминулись с собственником. Поэтому давайте зайду, думаю, покажу вам, что же такое парк. Сразу говорю, здесь вход, ребят, чтобы вы понимали, бесплатный, бесплатный. Вот здесь есть туалеты, где можно сходить. Здесь же есть у нас парковка, но она идет платная, насколько я знаю. Ну и, конечно же, здесь мы можем с вами немножко прогуляться, присмотреться, что же здесь имеется. Конечно, 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 мы попали, наверное, в тупик. Здесь есть у нас семейное дерево, зато мы будем знать, что, наверное, нужно идти. Семейное дерево Артемия и Светланы Костиных. Еле обыкновенное. О, оказывается, сюда можно приезжать и что-либо, наверное, сажать. Ну да ладно, сейчас пройдемся, посмотрим, стоит сюда идти или не стоит. Ну, знаете, я думаю, что, скорее всего, стоит. По одной простой причине, потому что, во-первых, вход бесплатный, в отличие от парка южных культур, в отличие от Дендрария. Ну и, во-вторых, в конце концов, надо же расширять свой кругозор. Посмотрите, какая хорошая погода, как все вокруг цветет, все вокруг зелено, как все вокруг пахнет. Посмотрите, сколько народу сидит на скамеечках, да, и отдыхает. Да, я шучу, шучу. Посмотрите, домик, да, вот вы видите жилой комплексно-фигурный. Пока еще его не разобрали, верхних два этажа, но должны разобрать. Все это происходит в прекрасном месте, которое называется у нас, как вы догадались, как, все верно, которое называется у нас Адлер. Хотел я, в принципе, полетать на квадрокоптере, хотел посмотреть, но я понимаю, что на квадрокоптере здесь особо делать нечего, по большому счету. Давайте посмотрим, что же здесь можно, чего здесь нельзя. Значит так, нельзя у нас костер разжигать, выгуливать боник маленьких, распивать напитки, выбрасывать мусор, купаться в озере, шуметь. В общем, нет у нас такого, чтобы нельзя было снимать на камеру, поэтому давайте поснимаем с вами. Что касается этого района, да, на совхоз России, Нижненемертинская низменность, совсем недавно здесь было огромное большое болото, и, в принципе, перед Олимпиадой смогли все высушить, поэтому, в принципе, стало тут все такое неплохо. Вот у нас, как выглядит, финик канарский. Ну, смотрите, народ здесь все-таки есть, да, я думал, что я здесь один буду гулять, но, оказывается, есть. Вот у нас розмарин лекарственный, потихонечку мы с вами будем изучать все-таки, наверное, растение, которое присутствует у нас в таком потрясающем городе, как Сочи. Ну, все, давайте еще раз посмотрим, да, на Элспидах нельзя, курить нельзя, разжигать нельзя, рыбку ловить нельзя, в общем, ничего нельзя здесь делать, но мы прекрасно понимаем, что здесь зато можно гулять и получать удовольствие. Конечно, вот здесь не хватает тоже каких-нибудь деревьев, да, могли бы что-нибудь здесь посадить, в конце концов, но я думаю, что парк новый, он всего лишь здесь там существует, если не ошибаюсь, около четырех лет, все еще в этом парке впереди. Зато бесплатный, зато муниципальный, бюджетный. Ну, и опять же, да, сказали, много здесь птиц, пока я птичек здесь, если честно говоря, не слышу, если, например, ну, откровенно говорить, то в то вчерашнее место, где я гулял в центре Сочи, в районе Зимнего театра, там, конечно, от пения птиц можно просто, можно просто, не знаю, с ума сойти. Ну, кстати, идти здесь тоже некомфортно, по одной простой причине, потому что, блин, ну, потому что у меня у туфлей такая мягкая подошва, и я каждый этот камешек на себе прочувствую. Давайте мы сначала по периметру пройдем, а потом уже будем искать тех самых птиц. О, Вашингтония мощная. На самом деле не такая уж и мощная, но ничего страшного. Опять же, да, очень много птиц, самое главное, чтобы, как говорится, к деньгам меня не обгадили. И вот здесь тоже мне непонятно, да, вот как может парк и по соседству вот стоять какой-то лукоил, да, я не знаю, там, наверное, там все-таки хранится у нас бензин. Бензин и солярка. Тоже, конечно, то еще. Нужно определиться, либо это должен быть парк, либо должна быть промзона. Одновременно и то, и то, я думаю, что не совсем то, что хочется. Ну, да ладно. Вот у нас беричина японская. Маленький трактор. Не буду говорить, что делать тракторист, дабы не смущать женскую половину. И смотрите, почему-то вот тот случай, когда за территорией все гораздо зеленее, и когда за территорией все гораздо хрестивее. Ну, чувствуете, нравится, да? Посмотрите, ребят. Вот, давайте остановлюсь. Вот, как тут зелено, и как тут. Ну, бывает, бывает иногда все через одно место. Ну, но, но, в любом случае, это, наверное, то единственное место нижней меритинской низменности, где присутствуют у нас вот такие вот растения, хотя бы чтобы были выше, чем 2 метра. Ночью, я думаю, что здесь подсветка. Я думаю, что ночью здесь тоже ходить будет довольно-таки комфортно. Ну, и давайте я немножко расскажу вам про это место. Что же здесь такого интересного есть? Ну, во-первых, во-первых, это место, нижней меритинской низменности, в 2015 году за подписью президента Российской Федерации стал относиться к категории такой, скажем, непростой. И этажность здесь не должна была превышать строение не выше, да, должно было быть 12 метров, соответственно, не выше трех этажей. И, конечно же, все, что понастроили в последующем, да, те же самые фигурные, Hardlight City и так далее, сейчас идут почти везде даже не разбирательства, а везде предписания под снос. Ну, пока эти сносы остановились и вроде нашли консенсус, достигнутый в результате непонятно чего, да, как сказал бы у нас Горбачев. Но сводится к тому, чтобы разобрали верхние этажи и хотя бы оставили три этажа законных. Ну, я считаю, что это лучше, чем разбирать в пол, как это было с жилым комплексом Мирный. Поэтому хотя бы три этажа остается. Ну, опять же, опять же, с другой стороны, смотрите, вот же у нас есть гостиница, да, которая превышает 20 метров. Почему-то гостиница можно, а, например, отелю, да, нельзя. Ну, не знаю, такие двойные стандарты. Конечно, я это ничего не разделяю, но, ну, ну, ребят, если вам хочется, конечно же, экстрима с недвижимостью, если вам хочется поиграть в рулетку, повезет, не повезет, что-нибудь в таком духе, то я рекомендую вам приобрести квартиру вот в этом районе, начиная от парка южных культур и заканчивая границей Абхазии. И здесь вы можете на себе ощутить все прелести того беспредела, который творится в сфере недвижимости в Сочи. Ну, и, конечно же, вкусить себе весь тот бардак, который имеется. О, все, ребят, прикиньте, здесь, оказывается, даже озеро есть. Но я озеро точно никогда здесь не видел. Офигеть! Я думаю, почему написано было рыбачить запрещено? Вот почему. Ну, хотя тоже особо к озеру и не подойти. Ну, что, пройдемся, наверное, прогуляемся еще чуть-чуть, посмотрим. Ну, и посмотрим, да, смолосемянник разнолистный. Блин, классно! Столько новых для себя растений узнаю, потому что я учился в Оренбургской области, учился я в Орске. Поэтому все, что я знаю, это, конечно же, растения, которые присутствуют в Оренбургской области. Кто-то из вас скажет, Макс, нифига ты ничего не знаешь. А вот нифига знаю. Я, допустим, знаю Красную книгу в Оренбургской области. Могу этим даже похвастаться. Я знаю, как выглядит башмачок настоящий. Я знаю, как выглядит башмачок крупноцветковый. Я знаю, как выглядит башмачок крупноцветковый. Я знаю, как выглядит башмачок крупноцветковый. Я знаю, что такое пупавка корнетроцкого и так далее. Я это все знаю, потому что была хорошая учительница, которая заставляла все нас это учить, изучать и так далее. Конечно, хотел бы я вернуть время немножко назад и лучше бы изучать лучше Красную книгу, лучше Сочи. Вот, смотрите, мальки. Ой, здесь даже покрупнее есть. Смотрите, вот почему рыбку не делали. Смотрите, я надеюсь, вы тоже видите. Прям карасики есть побольше. Блин, классно здесь было бы порыбачить. Точно, точно, точно. Посмотрите, и вон рыбка есть. Как-то, наверное, ее прикармливают. Офигеть. Мне все равно озерная рыбка нравится больше, чем речная, как ни круте. Офигеть. Я думаю, здесь и покрупнее есть. Ну да ладно. Мы не будем испытывать судьбу, пройдемся и подальше. Поэтому, ребят, да, вернемся к нашей теме по поводу новостроек и всего остального. Да, если есть желание как-то там поэкспериментировать, если есть желание испытать на себе все прелести, особенности Сочи, то я рекомендую здесь себе что-либо приобрести. Либо приобрести апартамент в каком-либо жилом комплексе, либо приобрести типа такого жилого комплекса, который у нас стоит, да. И вы сможете ощутить на себе все, что возможно и невозможно. Опять же, умные люди, да, потому что люди разные бывают. За эти же деньги, а здесь цена 200 тысяч рублей за квадратный метр, конечно же, предпочитают лучше приобрести себе что-нибудь безопасное в центре Сочи. Если мы посмотрим общую статистику, то 80% проблемного жилья находится как раз в Адлеровском районе. И 20% разделяет у нас Хосинский район, Центральный район и Лазаревский. Вот вам и основная статистика. Здесь мы с вами видим эти домики красивые. На самом деле, это у нас сейчас большинство были проданы как апартаменты, потому что прекрасно понимаешь, что здесь жесткая конкуренция и очень тяжело. И, ну, за счет конкуренции можно, например, вот в отеле Бридж, да, остановиться, к примеру, в межсезонье за 500 рублей с человека. Поэтому, например, для нас, для туристов, да, которые приезжают, это большой плюс. А, например, для тех людей, которые пытаются здесь зарабатывать, я их называю оптимисты, они, конечно же, здесь проигрывают. Тоже ничего в этом страшного нет. Вот, смотрите, тоже здесь, типа, какой-то дамбы, непонятно как. И вот мы озеро, блин, сделали бы уже это озеро платным, да, и разрешили бы здесь рыбачить, было бы довольно-таки интересно. Понятно, что у нас апрель месяц, да, распускаются цветочки, температура за бортом плюс 16 градусов. Ну, и, конечно же, конечно, 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 есть соблазн все-таки раздеться, уже позагорать. Кстати, большой парк, я бы не сказал, что он маленький, да, мы с вами идем, 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 там мы с вами видим уже границы Абхазии. И вот, давайте посмотрим, что же здесь за интересное растение. Лики дамбар смолоносный. Смола, наверное, но сюда. Здесь нас почему-то патрулирует вертолет, хотя вроде Владимир Владимирович находится сейчас в Владивостоке. Ну, да ладно, решает что-то у нас с... С кем решает? Ну-ка, давайте попробуйте угадать. Все верно, решает с президентом Кореи. Определенные отношения, как будет у нас устраиваться. В общем, там видно будет. Ну, и здесь мы с вами подошли к Платану Клинолистному. О, здесь у нас есть небольшая дорожка. Есть соблазн по ней пройти. Давайте все-таки посмотрим, что же здесь интересного. Ну, блин, такое озеро красивое. У меня как у рыбака, который уже 3 месяца не рыбачил, у меня аж руки трясутся. Хочется попробовать здесь что-либо половить. Даже мелочь. Пусть даже это будет небольшое что-нибудь. Ну, просто хочется, ребят. Хочется, хочется и еще раз хочется. Ну, не зря же сюда сделали тропинку, да? На, вот они, белые лебеди. На. Ну, в принципе, наверное, все. Идем мы с вами дальше. Давайте я вам еще что-нибудь интересное расскажу. Вот, кстати, вот видите, вот эти всякие у нас всевозможные, там, бархатные сезоны и тому подобное. Это раньше было то место, где у нас расселялись спортсмены в период Олимпиады. Потом, соответственно, работали под сдачу, да? Все думали, что здесь у нас сдача, можно зарабатывать огромные деньги. Поработали, поработали в минус себе. И один прекрасный момент. Решили продавать. Притом, решили продавать вместе там с техникой, с мебелью. Вот все, что там было, вот здесь этот хлам, вместе с этим решили продавать. В целом, вот эти вот объекты, ребят, их покупать можно. Но это прекрасно понимает продавец, поэтому цена 200 тысяч рублей за квадрат метр. Да, высотность превышена, да, еще что-нибудь. Ну, это все построено было перед Олимпиадой. Соответственно, уже вряд ли кто-то будет сносить, потому что все это было построено на законных основаниях. И, соответственно, может апартаменты приобрести. Конечно, апартаменты есть, в том числе и в Цоколе. Есть на первом этаже, есть на втором этаже. Обслуживание здесь просто космос. 200 рублей с квадратного метра. Но, знаете, купить и зарабатывать на этом, скорее всего, вряд ли у вас получится. Потому что здесь жесткая конкуренция существует среди отелей. При жесткой, при жесткой. А здесь больше, наверное, покупает, знаете, как у меня вот здесь есть кабриолет. Это не единственный автомобиль. Вот сегодня мне позвонили, да, где я ставил автомобиль. Говорит, за твой автомобиль дает 750 тысяч. Продаж, я говорю, нет. Я говорю, цена 850 минимум. Потому что не последний я хлебушек доедаю. Ничего страшного нет. Потому что прекрасно понимаю, что моя машина стоит гораздо дороже. Здесь примерно то же самое. Это все равно, что купить кабриолет. Здесь покупает кабриолет и просто он находится. Да, можно приехать в свои апартаменты. Берут обычно не 20 квадратных метров, берут побольше. Жить на ПМЖ здесь, то еще сомнительное удовольствие. К примеру, если вы взяли, например, себе апартаменты 100 квадратных метров, то вы должны понимать, что прописки вы здесь не добьетесь. Это первое. Ну и второе. За 100 квадратных метров вы будете коммунальные платежи платить минимум 20 тысяч рублей. Плюс еще нужно будет платить по счетчикам. И в итоге у вас получается примерно 26-28 тысяч рублей содержание этих апартаментов. За сколько их можно здесь сдать? Да ни за сколько здесь особо их не сдашь. Потому что здесь даром их вам не нужно. Смотрите, мы прошли, спереди девочка идет. И вот здесь мы одного человека. Представляю тебя, вот на весь этот микрорайон мы с вами встретили одного человека, который идет. Больше здесь нет никого, понимаете? Потому что что здесь делать? Ну реально, что здесь делать? И теперь попробуйте обойти в центр Сочи. Посмотрите, сколько там будет народа. Конечно, будет небо и земля. Значит так, вот они. Вот эти дорожки же не просто так сделали. Но откройте вырубалку. Откройте вырубалку, чтобы люди могли рыбачить. Кстати, пока я с вами здесь немножко прошелся, я уже даже упарился. Ну, смотрите. Я к Сокарзару скажу. Ходить здесь вот так вот некомфортно. Даже дождь им некомфортно. Но я просто хотел пройти с вами по набережной. Потом все-таки понимаю, что по набережной я уже ходил. Думаю, лучше покажу вам этот парк. Особо, конечно, смотреть нечего. Птичьих вы тоже не слышите. Не знаю, почему такое название. Получить здесь должны быть птички, рыбки. Прикольные растения должны быть. Бабочки. Кто-то еще должен быть. Ну, не знаю, ребят. Кстати, по поводу частного сектора. Давайте тоже поговорим с вами. Вот в этом районе есть рождающие дома, которые строились. Эти рождающие дома примерно стоят из расчета 6 миллионов рублей сотка. Сам дом ничего здесь не стоит. Дома обычно здесь берут по сносу. Соответственно, здесь вы можете приобрести какой-нибудь рождающий дом и построить вместо него какой-нибудь небольшой дворец, чтобы вы понимали. Здесь я вам недавно показывал участок, 5 суток земли. Он стоит 30 миллионов рублей. 30 миллионов. Вот это место по-настоящему дорогое. И вот этот коттеджный поселок, да, хотя он считался одним из самых бюджетных, да, потому что дорогой коттеджный поселок, который находится с той стороны. Это у нас Некрасовка, а здесь был такой, скажем, бомж-вариант, да, здесь вот через кого там, например, проходила, например, дорога, да, их сюда выселяли. Через кого-то там проходили, там, например, какие-то стройки, сюда выселяли, понимаете. И многие, конечно же, дешево продавали, но вот на моем веку за 3 года земля здесь подорожала с 1 миллиона рублей за сотку, подорожала до 6 миллионов рублей, ну, 5-6 миллионов рублей за сотку, в зависимости от метража. Представляете себе, в 5 раз за 3 года подорожала здесь земля. В 5 раз. В 5, в 5 раз. Ну, и вот мы с другой стороны уже обходим. Здесь я вот тоже вам недавно снимал, чтобы понимали. Вот вы видите, какие домики, да, но точно были не РЖД, РЖД были в стоке такие желтенькие, страшненькие, да, даже видите, что крыша идет не мягкая кровля, а идет обычная крыша, это металлочерепица. И вот рядышком с ним уже вырос такой домик, да, просто полностью такой домик у нас разобрали и выстраивается вот такой дом. Поэтому дома здесь особо много денег не стоят. Хотя, знаете, на 500 рублей сейчас предлагают вот построить хай-тек, и стоимость мне озвучили 100 миллионов рублей. 100 миллионов рублей стоит хай-тек. 100 миллионов. Ну, бог, жесть, конечно. Хотя, с другой стороны, я смотрел, показывал недавно домик на Мацесте, да, даже не домик, это дача за 250 миллионов рублей. На этом фоне, может быть, современный хай-тек здесь будет смотреться и лучше. По поводу того, кто выбирает этот район, именно этот район, ну, чаще всего те люди, которые переехали с Омска, с Новосибирска, но, опять же, при условии, что у них должны быть деньги. И у кого, например, детишки ходят, например, в секцию хоккея, либо ходят, например, на фигурное катание, либо там какую-нибудь гимнастику и так далее. Хотя гимнастика уже есть и в центре Сочи. И именно эти люди приобретают здесь себе, что, как вы думаете, все верно говорите, приобретает себе здесь недвижимость. Поэтому, ребят, имейте в виду, что, да, совхоз России-то супер, совхоз России-то классно. Особенно, говорю, если что-то связано у вас с хоккеем, со льдом, просто бомба. Но не будем забывать, что все-таки, извиняюсь, что этот район у нас ровненький и безумно дорогой. Все, наконец-то мы сейчас увидим с вами определенную живность. Давайте мы с вами пройдем. Хоть что-то вам покажу хорошее. Вот у нас кролики играется. Друг с другом. Вот и норки. Давайте посмотрим с вами. Вот они злые кроллы. Какой любопытный, посмотрите. Любопытный. Тебя можно к себе забирать. Ну и вот тоже какие-то уточки есть. Ну, для такого большого парка, я думаю, слишком-слишко мало. Ну что, ребят, настало время подвести итоги. Да, парк прикольный. Да, парк интересный. Да, парк бесплатный. Но, чтобы получить такого вау, вы здесь не получите. Опять же, если вдруг вы пришли сюда летом, рекомендую приходить лучше в кроссовках. Потому что, например, если вы пойдете в тапочках, вы просто здесь офигеете от того, как здесь не комфортно ходить. У меня ноги такой массаж получили в этих вот камней. Вы даже представить не можете. По поводу совхоза России. Да, совхоз России супер, все классно. Но, опять же, я бы, наверное, рассматривал с вами либо вон те готовые, да, это у нас типа Екатерининский квартал, бархатный сезон и тому подобное. Апартаменты беспрописки именно в тех олимпийских объектах, в которых проживали спортсмены. Потому что вы точно знаете, что их никаким образом не снесут ничего. Либо же, ребят, смотрим землю. Но на землю ориентируйтесь. Это 5-6 миллионов рублей за сотку. И можете построить себе какой-нибудь домик вашей мечты. Либо можете взять уже домик мечты под ключ. Здесь есть пару предложений по 100 миллионов рублей. Как-то это уже снимал. На канале-то есть. И так далее. Все, ребят. На этом, наверное, будем заканчивать нашу творческую прогулку. Я понимаю, что, наверное, вы хотели получить гораздо больше. Слава богу, что я сегодня пришел с Надей. Ты представляешь, сколько я от Нади получил бы интересных комментариев. Потому что офигело бы ходить по такой дорожке. Ну, я думаю, еще что-нибудь сегодня для вас интересное сниму. Теперь, ребят, всем спасибо за просмотр. Спасибо за то, что были с вами на экскурсии. И теперь всем, ребят, пока-пока-пока-пока-пока. Пока.